Павел дает наставление. Деяния святых апостолов, 20 глава, с 25 по 38 стих. И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, помятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Размышления, часть первая. Последнее напутствие. Деяние святых апостолов, 20 глава, с 25 по 35 стих. Перед тем, как покинуть своих друзей, Павел дает им последнее напутствие. Главное наставление, чтобы они бодрствовали. Он призывает внимать себе и всему стаду. Прежде всего, духовные лидеры должны наблюдать за собою, потому что они несут ответственность за доверившихся им людей. Заботясь о своем духовном состоянии, они получают откровения от Господа, которые затем могут передать своим подопечным. Они должны пасти Церковь Божью, и, подобно пастухам, защищать Божье стадо от волков, ложных учителей, извращающих Божью истину. Апостол Павел призывает лидеров Эфесской Церкви наблюдать за собой. Молитесь, чтобы и нам поступать так же. Бодрствуйте и трезвитесь. Удаляйтесь от лютых волков. Размышления, часть 2. Трогательное прощание. Деяние святых апостолов, 20 глава, с 36 по 38 стих. В нашей Церкви сменилось много пасторов. Мне самому случалось пастырствовать в разных церквах. Каждый раз, покидая общину, я плакал. Так же было и с апостолом Павлом. Только так, такой человек, как Павел, мог оставить Церковь с молитвой и со слезами. Могу даже представить себе его молитвы. Несомненно, он молился о том же, о чем только что говорил. И, конечно, они молились за него самого, его отъезд в Иерусалим и те испытания, которые ожидали его там. Им было грустно, потому что они вместе служили и любили друг друга. Но для тех, кто во Христе есть чудесная надежда, когда-то мы встретимся на небесах. Иногда Бог призывает близких друзей и пасторов жить и служить в другом месте. Но помните, что благодаря Христу однажды вы воссоединитесь. Не забывайте уехавших друзей и молитесь за них. Молитва Дорогой Господь, благодарю Тебя за дар духовного партнерства и дружбы. Помоги мне дорожить друзьями, ведь мы служим Тебе вместе. Пожалуйста, Господь, научи меня заботиться о друзьях, вместе с которыми мы служили Тебе. Пожалуйста, научи каждого человека в моей жизни принимать как дар от Тебя. Спасибо за них. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!